Музей Музей выполняет роль научного, культурно-просветительного и методического центра. Он собирает, изучает, экспонирует, популяризует и сохраняет историко-культурное наследие, содействует повышению образованности населения, распространению знаний о человеке и его среде, служит духовному развитию общества. Закон Республики Беларусь о музеях и музейном фонде Государственное историко-культурное учреждение Гомельский дворцово-парковый ансамбль – одно из старейших и наиболее авторитетных музейных учреждений Республики Беларусь. Сегодня в его состав входят шесть объектов – памятников архитектуры XVIII-XIX столетий. Причем все они включены в государственный список историко-культурных ценностей, охраняемых государством. Только в 2015 году комплекс посетили более 300 тысяч человек, каждый пятый из которых – не гражданин Беларуси. Централизованно приезжают посмотреть дворец. Последний год показал, что у нас даже за выходные, это я могу сказать цифра, до 15 автобусов приезжают одновременно. Поэтому у нас уже даже не хватает ускорсоводов, которые могли бы проводить экскурсии. Поэтому уже все наши сотрудники, научные сотрудники тоже проводят экскурсии дополнительно. Сегодня в Беларуси только государственных зарегистрировано более 150 музеев. Примерно каждый пятый – в Гомерской области. Правда, похвастаться таким наплывом туристов, как Дворцово-парковый ансамбль, могут далеко не все. Лоевский музей битвы за Днепр. Здесь время остановилось на одной из самых героических страниц Великой Отечественной – операции по форсированию Днепра войсками Центрального фронта осенью 1943-го. Именно с Лоевского плацдарма началось освобождение юго-восточных территорий Белоруссии от нацистских захватчиков. За освобождение Лоевщины 365 воинов были удостоены звания Герой Советского Союза. Однако сегодня работники музея признаются – тема непосредственно войны уже не вызывает повышенного интереса у посетителей. Во всяком случае, специально для осмотра экспозиции в Лоев приезжают немногие. И все-таки возможности привлечения туристов есть. Если разработать туристический маршрут, где будет представлена история разных периодов, какой-нибудь трансграничный. К примеру, вот летом к нам приезжают жители Санкт-Петербурга. Они посещают Полоцк, они посещают Лоев. Ну вот пресс-тур был журналистов российских по Гомельской области. Они посмотрели Красный берег, они посмотрели Чернобыль, они посмотрели старобряческую культуру, ветку. О необходимости координации действий, как минимум государственных музеев, сегодня говорят все чаще. В конце концов, на уровне области у них общее руководство, а поэтому организация более тесного взаимодействия при желании не составит большого труда. Стереотипы, что музеи – это для школьников и туристов, легко преодолеваются, стоит лишь приложить для этого немного усилий и фантазии. Главное понимать – все музеи – и столичные, и региональные – это не отдельные разрозненные островки, а единое пространство. Наверное, это самый бюджетный будет вариант для начала. Просто чтобы музеи где-то на ресепшенах, на кассах, в магазинчиках своих имели информацию о других музеях. Наверное, так. Я возьму поездку, которую мы совершили пару лет назад с нашими друзьями. Мы поехали несколькими машинами в направлении туда. И уже ориентировались и переориентировались по ходу. И если бы, скажем, была информация о каком-то интересном музее небольшом, я бы с удовольствием заехала туда, посмотрела. Но у нас получилась поездка «Мир-Несвеж», поскольку мы знали и наслышаны были о мире и о Несвеже. Поэтому мы, может, целенаправленно уже посещали эти объекты. А если где-то по пути попался бы какой-то музей, я владела бы этой информацией, то почему нет? Вполне всегда можно заехать. Еще одна проблема региональных музеев пополнения фондов в той же Речице. Бюджетные средства на эти цели последний раз выделялись более 10 лет назад. А поэтому на данном этапе приобретение экспонатов во многом зависит от меценатства. Большие надежды работники учреждений возлагают на принятый в Беларуси кодекс о культуре. Как ожидается, документ позволит вернуть все артефакты, вывезенные когда-либо из страны обратно на родину. Это и мебель, и древнепечатные здания, и уникальное археологическое наследие. После 90-х годов те поступления, которые есть в плане археологии у нас в фондах нашего музея, это единичные находки людей, которые приносят их и передают в музей. Как правило, бесплатно, поскольку у музея осуществлять закупку, к сожалению, возможности нет. Впрочем, задачу привлечения туристов даже при нынешних реалиях для белорусских музеев никто не отменял. Кстати, по данным одного из последних проведенных в Республике интерактивных мониторингов, сегодня любителями музеев себя могут назвать только 7% респондентов. Время от времени на интересные мероприятия и выставки ходит 60%, а 10% участников вопроса музеи не посещают вообще. Рекламную внедрять. Поэтому рекламы всегда не хватает. Нам нужно двигаться в те города, которые нам сейчас интересуются, развивать новые, скажем так, рынки. У нас вот в планах установить бигборды в Брянске, в Чернигове с рекламой Дворцового парка ансамбля, в Могилеве, в Минске. Вот мы сейчас просто разрабатываем само изображение. У нас есть много вариантов, но картинка, мы хотим, чтобы она была какая-то оригинальная и притягивала внимание, и чтобы турист, приезжающий по трассе, заинтересовался и потом сам захотел приехать посмотреть все вживую. Вот мы работаем над изображением, над дизайном. Во многих музеях уверены, уже пришло время, когда число виртуальных посетителей часто превышает количество реальных. Поэтому очень важно заботиться о том, как выглядит музей в интернете, каким должно быть его лицо в открытом информационном пространстве. Однако при этом установка каждому музею по сайту звучит довольно проблематично. При таком подходе в каждом музее обостряются и без того острые кадровые и финансовые проблемы. С другой стороны, для адекватного представления о культуре, истории, народах республики необходимо представить в сети всех, как выход создания регионального или республиканского единого сайта со ссылками на каждое учреждение. Впрочем, это вновь уже озвученная тема более тесного взаимодействия музеев. Чтобы говорить об популярности или о популяризации музейных экспозиций, я считаю, что надо объединяться вместе. То есть какие-то комплексные тематические выставки должны быть между коллегами. То есть история одного района, она интересна в разрезе только, скажем так, одного, одной территориальной плоскости. А когда мы говорим в целом о войне, наверное, было бы полезно посмотреть и увидеть, что показывают наши коллеги. Отдельная тема в общем контексте – создание и развитие частных музеев. Находящиеся в их коллекциях экспонаты по исторической ценности часто не уступают экспонатам из музеев государственных. Однако, в отличие от последних, не имеют ни экспертной оценки, ни соответствующих условий для хранения и защиты от возможного воровства. Комод в музее находится уже очень давно, хотя и возраст я практически не могу определить, но приблизительно ему более 300 лет. В рабочем состоянии, но я вам скажу, приложить усилия надо, чтобы открыть. Для меня это тяжело. Так что ручки, правда, это не родные уже, потому что износились за годы. Вот такую женскую одежду более 300 лет назад носили белорусские женщины, имеющие грудных детей. Увидеть такой подлинный экспонат сегодня можно далеко не в каждой коллекции даже больших государственных музеев. Мария Мухина признается, многие вещи попадают к ней не в самом лучшем виде, а поэтому приходится прилагать много сил для их восстановления. У специалистов, кстати, это, возможно, получилось бы лучше. Однако соответствующего единого реставрационного центра в Беларуси пока нет. Да и стоить соответствующие услуги для частного коллекционера будут, вероятно, не совсем дешево. Финансовая тема для таких музеев вообще среди основных. Рядом с уже открытыми для посещения постройками музея этнографии Рудобирского края «Чарон и Скарп» вполне могла бы открыться еще одна. Тем более, что соответствующее помещение есть. Однако... Дом-то у меня еще один пустой, но это надо средство. Я могла... У меня и много экспозиции всего этого, но это уже не по силам. Нужно большие вложения. Ремонт дома. Поэтому... Это просто кажется, что так просто. Даже отстирать вот эту вещь... Ее же стираешь только ручная работа с содой. И не один раз. Создатель агроусазьбы Николин-остров в Светлогорском районе Владимир Быховцев, тоже приверженец сохранения культурного и исторического наследия через создание в том числе частных музеев. На территории и военный самолет времен Великой Отечественной, и боевая разведывательно-десантная машина Советской армии. Есть здесь и реконструированный действующий бронетранспортер. Приблизительно такой был у бойцов парического истребительного отряда сотой партизанской бригады Полесского соединения. Однако особая гордость владельца агроусазьбы – старинная ветряная мельница, сегодня находящаяся также в рабочем состоянии. Причем Владимир Быховцев не только восстановил раритет, но и выяснил судьбу его владельца – Савелия Фоменка, расстрелянного в 1938 году в одном из сталинских лагерей. Сама мельница, имеющая теперь статус историко-культурной ценности, на момент перевоза в частный музей находилась в критическом состоянии. «Она уже была в аварийном состоянии, не из мельницы сгнил, уже дал крен, и она, в принципе, в любой момент могла упасть. Мы ее здесь вот отреставрировали, гнилые части заменили на новые детали по образцам. А так все старались сохранить. То есть валы, жернова, все старинное, на их клеймах стоит 1847 год, 1873-е, камни эти клейменные все. Именно царские клеймы стоят, орлы выбиты, все». Что такое музей в нашем традиционном представлении? Экспонаты за стеклом, торжественная тишина в помещениях, экскурсовод, знающий все на свете. Однако вот всего несколько примеров из современной белорусской истории. Белийский краеведческий музей проводит автопробег по местам, связанным с Первой мировой войной. Мядельский музей народной славы приглашает на театрализованные экскурсии «Край Нарочанский, край Партизанский», который проводится в лесу на месте базирования бригады имени Ворошилова. С одним днем из жизни доисторического мальчика могут познакомиться гости Любани, а в Брестском областном краеведческом музее организовали мастер-классы по стрельбе из лука. Директор Светлогорского, историко-краеведческого музея Ирина Заяц уверена, экспозиции должны быть доступны на ощупь, чтобы посетителю можно было подержать предмет в руках. Возможно, не всякий, однако хотя бы некоторые. «Пример ночи музеев». У нас была квест-игра, и мы посредством формы квест-игры задействовали военный зал. Там тоже надо было очень… Я не скажу сейчас, какие там задания проходили, но этапы заданий, и ответ был в экспозиции. То есть простой рассказ элекционный, он для молодежи не информативен, скажем так, для подрастающего поколения. Надо дать некую загадку, которую в последствии в экспозиции посетитель может разгадать. Реческий эколого-культурный центр – учреждение не совсем музейное. Во всяком случае, только экскурсиями здесь не ограничиваются. Два любительских объединения – мультистудия плюс театрализованные представления природоохранной тематики. Главная задача – научить людей беречь окружающую среду, а поэтому экологическое воспитание здесь считают необходимым начинать с самого раннего детства. Работа центра, эколого-культурного центра, не останавливается только в стенах нашего здания. Сотрудниками был разработан такой новый проект с выездом на детские сады. Почему было принято такое решение? Да, просто потому, что не все детские сады могут побывать у нас, приехать к нам. Как вы понимаете, вообще экологическое образование должно начинаться с очень маленького возраста. И вот сейчас у нас есть такая экологическая сказка-игра, с которой мы выезжаем на детские сады. Это театрализация, это, скажем так, в виде сказки мы преподносим и учим детей, как нужно относиться к природе, как нужно ее любить, что можно делать, что нельзя. Сегодня с помощью музея можно показать этапы истории республики и конкретного региона, расставить необходимые акценты. В музее можно виртуально реконструировать утраченное наследие, рассказать о жителях, о вкладе населенного пункта в национальную историю. Однако при этом специалисты предостерегают, ни при каких условиях музей не должен превращаться в развлекательный центр. Ни для кого не секрет, сегодня некоторые учреждения в погоне за выполнением платных услуг переходят в разряд развлекательных комплексов. Правда, из небольших районных центров проблема часто видится несколько иначе. В Брическом краеведческом музее не отрицают. При желании и соответствующем финансировании сюда можно привезти любую коллекцию живописи мирового уровня. Другой вопрос – востребованность и окупаемость проекта. Живопись в последнее время, к сожалению, это беда не только нашего музея. К сожалению, она становится все менее и менее интересна. Люди хотят, чтобы их развлекали, чтобы им танцевали, чтобы им показывали восковые фигуры или что-то прочее еще. К сожалению, сейчас пошел именно такой посетитель музея, который хочет, чтобы его развлекали, а не чему-то учили. Поэтому какие-то вести большие проекты в нашем случае, увы, нецелесообразно. Чтобы понять, насколько наше музейное дело соответствует общим мировым тенденциям, в последние годы в республику часто приглашаются зарубежные специалисты. Правда, нынешние белорусские музеи сравнивать с иностранными не всегда корректно, потому что тут нужно учитывать тот факт, что наши музеи достаточно длительный период развивались в поле советской идеологии. Если взять отправной точкой 91-й год, то получается, что отечественная музейная сфера еще относительно молодая. Такие основные белорусские музеи это национально-исторический музей и национально-художественный музей. Мы обмениваемся выставками и плюс работа с многими российскими музеями. Курский, Краевический музей, потом Академия искусств Андреяки Московская, потом Жельский музей. И сейчас у нас уже планируется выставка совместно с Эрмитажем. Это тоже беспрецедентный случай, когда Эрмитаж, самый главный музей Российской Федерации, работает именно с региональным музеем, в данном случае с нами. Такого еще не было. И в заключение об итогах еще одного мониторинга результаты ответов показали. Абсолютное большинство музеев имеют в своих экспозициях разделы, характеризующиеся шаблонными представлениями о такой хозяйственной деятельности, как земледелие и ремесла, интерьерах христианского жилища и декоративно-прикладном искусстве. Такие компоненты традиционной культуры, как народная педагогика, медицина и кухня практически не отражены. При этом, по мнению респондентов, посетителям трудно воспринимать информацию без комментариев экскурсовода, что в свою очередь не соответствует требованию доступности экспозиции для одиночного посетителя. Впрочем, теперь ситуация должна во многом измениться, озвученные проблемы в значительной степени остаться в прошлом. Если не сейчас, то в ближайшей перспективе в июле 2016 года в Беларуси принят первый на постсоветском пространстве Кодекс о культуре. Понятное дело, что Кодекс это основной будет, так скажем, документ для работников культуры. Но независимо ни от чего, определенные, так скажем, статьи потом будут подкрепляться под законными нормативными актами. Это будут определенные, возможно, постановления Совета министров и так далее. Редактор субтитров А.Семкин